Добрый день, меня зовут Свитов Давид. Тема доклада «Дистилляция моделей для распознавания лиц, обученных с применением Softmax с отступами». Современный подход к распознаванию лиц заключается в применении сверточной нейронной сети для построения биометрического вектора по изображению лица. Полученный таким образом вектор затем сравнивается с базой векторов. Использование Softmax с отступами позволяет получить наибольшую точность задач распознавания лиц. Широкое распространение встраиваемых систем, таких как умные домофоны, породило интерес к разработке легковесных алгоритмов распознавания лиц. Для таких систем, как правило, обучают более легкую нейронную сеть, используя дистилляцию из исходной нейронной сети. В данной работе предлагается метод дистилляции, позволяющей получить наибольшую точность, чем другие широко используемые методы на датасетах LFV, HDB30 и MegaFace. Существует несколько вариантов Softmax с отступом, используемых в задаче распознавания лиц, а именно Cosface, SphereFace и ArcFace. Все три подхода могут быть выражены общей формулой, представленной на слайде. Она представляет собой функцию Softmax с тремя дополнительными параметрами – M1, M2 и M3, в зависимости от значения которых формула задает тот или иной метод, как показано на слайде. Из данных подходов наибольшую точность на датасетах LFV, HDB30 и MegaFace достигает ArcFace, поэтому именно его мы использовали в дальнейших экспериментах. Дистилляция значений из сети учителя в сеть ученика была впервые предложена Хинтоном. Это способ обучения маленькой сети ученика за счет передачи знаний от большой сети учителя. Для обучения легковесных сетей по строению биометрического вектора для лиц применяют три метода дистилляции. Триплетная дистилляция. Сеть ученик обучается с триплетной функцией ошибки и отступами между векторами в триплете, зависящим от сети учителя. Дистилляция по углу. Минимизирует угол между биометрическим вектором сети учителя и ученика. Дистилляция на основе отступа. Осуществляет дистилляцию по аналогии с методом Хинтона, вводя параметр температуры в формулу MarginBaseSoftMax с предыдущего слайда. Мы предлагаем производить дистилляцию следующим образом. Сначала введем необходимые обозначения. Индексом S от Student будем обозначать все, что относится к сети ученику. Индексом T от Teacher будем обозначать все, что относится к сети учителю. X и T обозначают биометрический вектор признаков. W – веса последнего полносвязанного слоя нейронной сети, которые задают вектора для центров классов в обучающем датасете. Вектора из обучающего датасета распределены на поверхности гиперсферы. Центр класса задается вектором WGT из матрицы W в соответствующей сети. Чем ближе X и T к центру класса, тем увереннее сеть предсказывает его принадлежность к нему. Для того, чтобы утверждение про гиперсферу было верным, в MarginBase подходах производится нормировка векторов на единицу. После такой модификации применение последнего полносвязанного слоя становится эквивалентно вычислению углов тета между векторами X и T и центрами классов WGT. Номер класса, к которому должен относиться вектор X и T согласно разметке обучающего датасета, обозначим Y и T. Тогда метод ArcFace можно задать формулой, представленной на слайде. Добавляем отступ M, только если Y и T равняется G, то есть только для класса, к которому биометрический вектор должен действительно относиться. Добавление такого отступа для целевого класса побуждает сеть генерировать вектор, который ближе к центру класса, чтобы компенсировать отступ. Таким образом, вектора разных классов сильнее разносятся в пространстве. В основе предлагаемого подхода лежат две ключевые идеи. Во-первых, это использовать центры классов сети учителя для сети ученика W-Student равняется W-Teacher, так как центры классов обучаемые параметры, более глубокая сеть способна выучить лучшее их расположение на гиперсфере. Во-вторых, это вычислять оступы мытые для каждого изображения отдельно, основываясь на углах между векторами в сети учителя. Это позволяет сети ученику получать знания от сети учителя, повторяя его распределение векторов. Угол сети ученика задается по формуле, представленной на слайде сверху. Он вычисляется на основе угла между соответствующими векторами сети учителя и затем нормируется с учетом допустимых границ на отступ М и максимального угла в обрабатываемом на данном шаге наборе изображений. Чем меньше угол между векторами в сети учителя, тем меньше отступ М и Т, тем сильнее сеть ученик будет стягивать вектор Х и Т к центру класса. Соответственно, фиксированный отступ М в формуле для Softmax с отступом был заменен на М и Т. Чтобы понять принцип работы предлагаемого отступа и М и Т, предположим, у нас есть обученная сеть учитель. Рассмотрим некоторый класс G. Вектор центра для этого класса задается как WTG. И рассмотрим вектора для двух изображений, XT1 и XT2. При этом изображение XT1 лучшего качества и его вектор ближе к центру класса. Расстояние до центра класса задается соответственно углами А1 и А2. Теперь мы хотим дистиллировать сеть учителя в сеть ученика. Для этого мы инициализируем центр класса сети ученика вектором, задающим центр класса в сети учителя. W-student G равняется W-teach G. И затем, при обучении сети, мы выбираем значение отступа в зависимости от углов А1 и А2 по формуле для М и Т. Таким образом, мы отодвигаем вектор изображения лучшего качества дальше от центра, вынуждая нейронную сеть сильнее стягивать его назад к центру. После проделанных с углом манипуляций, сеть обучается классифицировать датасет с функцией Softmax, получая таким образом хорошо разнесенные в пространстве признаки на предпоследнем слое сети. Признаки, которые можно использовать в качестве биометрических векторов для сравнения изображений людей по косинусной близости. В качестве сети учителя в наших экспериментах была выбрана сеть ResNet-100, имеющая большое число обучаемых параметров и позволяющая достигать большую точность задачи распознавания лиц. В качестве сети ученика была выбрана легковесная архитектура Mobile FaceNet. Сравнение параметров рассмотримых сетей можно видеть на слайде. Мы сравнили точность верификации на датасетах LFV и HDB30 для различных методов дистилляции. Предложенный метод показал наибольшую точность задачи верификации по лицу на рассмотренных датасетах. Мы также сравнили точность идентификации на датасете MegaFace, являющемся наиболее сложным и репрезентативным датасетом для замера точности идентификации. При тестировании в базу лиц, помимо людей, которых необходимо распознать, добавляется миллион человек для усложнения задачи распознавания. Точность измеряется как процент фотографий из тестового набора, верно отнесенных к соответствующим профилям базы лиц. На рассмотренном датасете предложенный подход также показал наибольшую точность. Для того, чтобы понять, какой элемент предложенного подхода дает наибольший прирост в точности, мы проанализировали наш подход, убирая из него различные элементы. Для этого мы попробовали произвести дистилляцию, не используя центры учителя для инициализации сети ученика, не используя адаптивные МИТ с обучаемыми центрами ученика или с замороженным после инициализации учителем. В результате наибольший относительный прирост по точности дает инициализация центров в сети учителем и заморозка их после этого. Наибольшая точность достигается при использовании всех трех элементов. Итого, был предложен подход для дистилляции нейронных сетей, обученных с MarginBaseSoftMax. Было экспериментально продемонстрировано, что предложенный подход позволяет получить наибольшую точность в задачах верификации по лицу на датасетах LFV и HDB30 и в задачах идентификации на датасете Megaface. Исходный код предложенного подхода и проведенных экспериментов доступен в открытом доступе на GitHub. Ссылка на слайде. Всем спасибо за внимание.